Вот это да! Вот это трофея! Всем доброго времени суток! Приехали с дочкой немножко порыбачить на такой интересный водоемчик, где я в прошлый раз испытывал здесь разнесенную оснастку на Танаго. Танаго у меня дочка от Java, сидит там наверное карасей пластает, ну а я сейчас так как обещал там в комментариях попробую собрать и показать как такая оснастка собирается. Для этого нам понадобится я хочу собрать на удочке 3.6. Вот она у меня в таком крутом чехле от старого шамана. Брал удочку такая же как из прошлых видео, только там четыре с половиной, а это 3.6. Один в один. С Алиэкспресса за 300 рублей. Дальше нам понадобится леска. Это вот такая вот недавно пришла камуфляж. Лесочка это 1.5 по китайской классификации, по нашей примерно где-то 02. Будем так считать, 02. Она камуфлированного цвета. Я когда обзор буду делать, там более подробно на посылку имею ввиду, там более подробно расскажу. Также нам понадобятся вот такие поплавочки бабушечки. Это тоже подарок от старого шамана магазина. Значит и на базе их я сейчас попробую собрать оснастку. Ну еще также нам понадобится крутой органайзер и кое-чего там по мелочам. Сейчас я камеру переставлю и попробуем собрать вот эту хитрую снасть и на нее же и половить. И посмотрим, что у нас из этого в принципе получится. А может не получится. Приступаем. Пробуем. Надеюсь будет видно. Значит сначала мы берем нашу удочку, достаем пробочку, убираем ее куда-нибудь, чтобы не потерять. Затем берем леску. Как я уже говорил, леска, камуфляж. Здесь все подписано и по-английски и все понятно. Вот такого-то она непонятного цвета. Только хамелеон. Посмотрим. Значит дальше делаем, что на конце этой лески мы делаем петлю для крепления на коннектор удочки. Не знаю кто как. Можете петлю делать как хотите. Я делаю так. То есть делаю несколько оборотов и затем затягиваю. Перед окончательным затягиванием, не эстетично, но практически смачиваем. И затягиваем дальше. Все. Теперь на конце вот этой петли вот здесь, надеюсь видно, мы делаем еще одну петельку. Зачем она нам нужна? Я вам сейчас покажу. Тоже самую пару оборотов. Узелок сдвигаем, так чтобы она у нас не сильно большая была. Смачиваем и затягиваем. Получается у нас вот такой кандибобер. То есть у нас получается одна петля. Вот такая вот. И на конце еще одна петля. Здесь излишек удаляем. По уму, по уму. Сюда надо было еще стопорочек сначала загнать. Но я не делаю, потому что как-то делаю без стопорков. Делаю. Никуда не даются. В принципе стопорок нужен для того, чтобы вот на херобу не так делается. Делается для того, чтобы вот этот узелок там не разбивал или не знаю зачем. Ну я не делаю. Затем на конце нашей удочки имеется вот такой веревочный коннектор. Вот здесь на конце коннектора надо сделать узелок. Значит так. Сделали вот такой узелок. Теперь делаем следующее. Берем нашу леску, на которой у нас петля. Эту петлю вот так берем пальцами раз и вот эту леску пропускаем, чтобы у нас получился такой стягивающий, схватывающий узел. Самозатягивающий узел. Его мы надеваем на наш веревочный коннектор. Вот так. И затягиваем. Все. Никуда он не денется. Теперь для того, чтобы снять, мы делаем следующую. Вот этот маленький. Маленькая петелька, которую мы делали. За нее тянем. Хоп. И вся эта коннитель у нас снялась. Все. Это очень удобно при снятии, одевания оснастки, при хранении ее там на моторилах. Все. Затянули. А так вот никуда она не денется. Дальше раскладываем удочку, отмеряем леску по длине удочки. Вот так. Здесь можно чуть длиньше, потому что этот кусочек мы потом, когда будем с топорки одевать, он изомнется. Его лучше удалить, чтобы он нам не мешался. Все. Резко убираем. Берем наши топорки. Я такие уважающие не видел. Не знаю, что это такое. Я делал маленько из других. Обыкновенные. Как топорки, только по плавочке. В петельку засунули, на леску одели. Плотно сидит. Не так, как китайский. То есть внутри каждого этого поплавочка есть силиконовый стопор. Одеваем еще один зелененький. Будет два зелененьких. Потом одеваем красненький. Огружать буду по красненькой, чтобы он у меня был слегка притоплен. Мне так кажется. Не знаю, может не так делается. Надели оранжевый такой. И дальше остальные четыре этих стопора также одеваем на леску. В принципе, вот такой маленький поплавочек один можно уже приспособить на тонага. Затем в процессе рыбалки мы будем их двигать куда надо нам, куда не надо. То есть регулировать. Вот так. Надели. Теперь. Здесь же у нас есть вот такая силиконовая штучка. На нее наматывается свинец. То есть ее мы тоже сейчас одеваем на нашу леску. Она такая как резиновая, не резиновая. Вообще плотно сидит. Классно. То есть не надо никаких дополнительных стопорков и тому подобное. И еще у нас остался вот такой один красненький стопорок. Который у нас, по идее, должен был в самом начале, когда мы вязали нашу оснастку. Был надет в то место, где у нас петля. Ну, я его не стал одевать. В жизни пригодится. Теперь нам необходимо это дело огрузить. Что мы для этого делаем? Для этого мы берем наш супер-пупер органайзер. В этом супер-пупере органайзере у нас есть такое отделение, где лежат всякие интересные мелочушки. Мелочушки мы его открываем и достаем оттуда вот такой моток свинца. По ширине отрезаем. По ширине нашей бабушки. Как раз половина. Режем чуть-чуть на конус. Не знаю сколько, но отрежу вот такой кусочек. Там, если что, все равно на воде надо будет это дело регулировать. И этот свинец наматываем непосредственно на нашу бабушечку. То есть, не спеша, без фанатизма, аккуратненько. Берем и наматываем. В хиробуне есть такая интересная там штука железная. Специально свинец наматывать. Прижимать его, чтобы весь воздух оттуда выдавить. Ну, у меня такой штучки-трючки нету. Поэтому я так, старым народным дедовским способом. Так, дальше не буду заматывать. Уже непосредственно на водоеме закинем. И можно будет, чтобы ножницами, можно будет это дело подрезать. Ну, в принципе, что? Осталось только привязать крючок. Теперь, на конец резки мы привязываем либо вельтружок, либо можно просто петельку сделать для того, чтобы поводки прикрепить. Ну, я поставлю вот такую штучку. Я вам ее уже как-то показал. Это, с одной стороны, вельтружок, а с другой стороны, вот такой крючочек с такой резиновой насадочкой. То есть, резиновую насадочку сняли, поводочки надели, резиновую насадочку на место посадили. Все очень быстро, потому что даже если петля в петлю делаете, то иногда развязать или поменять поводки, это, в принципе, достаточно такой интересный момент, который связан с применением ненормативной лексики, поменением родственников всевозможных и так далее. То есть, сейчас мы привяжем вот этот вот наш вельтружок с крючочком. Я привязываю клинчем. Вы можете привязывать там хоть бантиком, как вам удобно, так и привязывайте. Смачиваем. Затягиваем. Не нужно. Удаляем. Все. Оснастка у нас готова. У нас есть удочка, у нас есть леска, у нас есть вот такие бабышечки, у нас есть огрузка, у нас есть витружок с крючочком, да? И нам осталось только поставить поводочки. Как я уже говорил, я поставлю два. Я здесь заранее себе навязал. Сейчас коротенькие такие возьму, парочку. И их поставлю. Поводочки у меня на 0,12 флюре. И оснащены вот такими крючками АОХУ. Пятый номер. Думаю, для карася нормально. Теперь сдвигаем нашу резиночку сюда к вельтружку. Сдвинули. Берем петельку с наших поводков, одеваем вот так. И резиночку на место вставляем. Все. Наши крючочки, наши поводочки никуда не денутся. Все. Нам осталось что? Правильно. Взять удочку и ввести на рыбалку. То там галька уже, наверное, у меня всех карасей выловила. Ну что, пойдем попробуем, что у нас из этой канители получится. Надеюсь, было понятно. А там уже это не какая-то такая вот супер-пупер классика. Здесь уже сами. Я вообще сам с этим делом недавно только начал сталкиваться. И каких-то там таких уж шибко-классических моментов много еще не знаю. Но я учусь. Так что все в ваших руках. Пробуйте, делайте. Может у кого-то еще лучше, чем у японцев получится. Ладно. А я на рыбалку. Там бубнишь, сидишь. Ну, это не уже не достали. Они вот такие клеют. А отец, который нормально, и то пытается сбежать. Но он не клеет, этот уже вот здесь сидит. Мне приходится его ловить. Ну, ничего. Поклевывает, значит, да? Да. Тут уже карасей на пол стало. Хороший карасик? Не знаю. Нормально. Ну что, на честный, на човечка? На човечка. Она, честно, не хочет? А я сижу, сижу, потом уже поднимаю, честно. Так надо шоу. Ладно. Так, грузила много. Обрезаем кусочек. Убираем. Ну-ка, смотрим. О, нормально. Ну что, сейчас насаживаем, пробуем ловить. Так, не так делаю, не знаю. Сейчас посмотрим. 50 миллилитров. Мускус 918 номер 3. Тарелочку. Глютен 10. Карась ловокна. Это 70 миллилитров. И примерно столько же сейчас водички наберем. Все это на сухую сейчас перемешаем. Таким образом. 70 миллилитров. Но здесь не 70, 65 где-то. Чуть поменьше. Все это сюда выливаем. И замешиваем наше тесто. Даем постоять. Минут 5-7. И посмотрим, что оно сегодня нам выдаст. Все, убежал. Длинновато 3,6 удочка для такой оснастки. Уже не очень хорошо видно. То есть метр до трех будет самое тепло. Ого! Ого! Видишь, какие карасище! Отпыкаешь, не крыльет никто. У меня съели все. Так. Кайка поймала 10 карасей. Я поймал одну верховодку. Я есть крут. Ух ты! Да неужели я карася поймал? Стрекоза убилась об удочку. Кого-то об удочку? Об удочку ударилась, его в воду упала. Убилась. Нет. Машей сильней. А? Я говорю, машей сильней. Может быть, до берега добьемся. Стрекозе? Да. Ну и она на берег. Ей на берег вылезти. Она обсохнет. И дальше будет летать. И дальше полетит. А чего ухоту помочь? Бережда, помогаешь. Опа. Куда ты? Давай, вот. Спасательная операция. Совершена успешно. Ну, пускай там сейчас высохнет и дальше полетит. Красиво. Стал одевать протягом. Говори, что заклюнуло. Красиво. Щи-то, щи-то, щи-ка. Да что ж ты его так поднимай? Прям выводишь его. А? Позвольте мне. Нравится? О, караси-ба. Убежал? Да, нечестно. Что, нечестно? О, победил. О, тащи, тащи, тащи. О, караси-ба. Шустрый карасяра. Ха-ха-ха. Давай, давай, о. Крася-ба. Обловила меня галька на тоннале. Такая шуточка маленькая. Смотри, уже сколько карасей наловила. Ну, ведро. Ну, ведро. Положил, положил. Протягом стал одевать. Клопки катаю. Не хотят. Ух ты! Монсор! Ой, здесь клё какая-то. Опять за пузо поймал. Можно сделать предварительные выводы. Бабышки хороши на коротких узочках. Три и шесть уже как-то не очень комфортно. Видно вроде всё. Но вот осторожные поклёвки, которые по нижним бабушкам отслеживаются. Вот на тоннале, например, здесь уже их не очень хорошо заметно. Сидя, когда ловишь. Когда встанешь, более-менее видно. Так что как-то так. Бабышки для коротких удочек. Метра два, два с половиной. Сам а то будет. И короче. А дальше уже надо поплавочек. А мальчики какие-то сидят там в речке? Комары отвлекают, а те быстренько всё съедают. Командой научились пользоваться. Да. У них тут бригада. Клюют, пускай они играть. Только обманывают. Клюют, пускай, пускай, пускай. Ах ты. Кросява. да ты что что будем закругляться помаленьку уже темновато знаешь как уже говорил выводы такие хорошая оснастка отличная очень чувствительная но на коротких удочках 3 6 еще более-менее куда не шло а вот больше уже думаю вообще не видно будет либо где-то с высокого берега когда стоишь лучше видно сидишь уже не очень хорошо вот так а так очень даже неплохо хотя сегодня не скажу что очень хорошо карась клевал но тем не менее с ведерко на дергали что всем пока